итак здравствуй народ сегодня мы будем с вами записывать видео в рубрику ретро музей перед вашими глазами присутствует ретро аппарат маяк 233 кассетная приставка в данного аппарата имеется усилитель двухканальный по 10 ватт на канал также присутствует функция записи и должен еще по идее с этим аппаратом идти в комплекте пульт дистанционного управления то есть к нему вот есть вход но именно пульта у меня нету есть сам аппарат пока и все ну давайте покажем вам его работоспособность да также у меня нету крышки пластиковая что закрывает кассетный механизм а так как видите аппарат работает единственная в нем проблема нету пасеку потому послушать с него музыку нас с вами друзья не получится ну и давайте пройдемся кратко по его характеристикам ну первая масса его 9 200 грамм то есть 9 килограмм 200 грамм это так понимаю без акустики потом что-то не вижу даты ладно выпускаться начал данный маяк с 1987 года киевским заводом маяк в нем получается в комплекте должна была идти две колонки модели 10 а с 341 также диапазон на его максимальной рабочей частоты составляет от 40 до 16 герц максимальная выходная мощность 2 умножаем на 4 ватта но это какие-то какая-то брехня по шавриале здесь должно быть по 10 ватт на канал ну и так используется на данном агрегате у нас двигатель который используется также на как я говорю в предыдущих видео на маяке 205 на маяке 231 232 и еще каком-то маяке по моему 203 тоже используется и 202 и 21 что в нем примечательного примечательного в нем то что в данного магнитофона есть очень хорошее преимущество во первых у него он читает три вида ленты я только не знаю чек правильно назову был химии я немножко двоечник одним словом тут феррум написано и я так понимаю железо феррум и железо лента и третья клавиша у нас феррум и железо вместе получается на данный момент у нас стоит феррум и железо да у меня нету логотипа здесь логотип я где то делал когда он отвалился также у меня на нем засох без маски счетчик а так вот например все работает единственный прикол в том что мне нравится что на данном аппарате присутствует автостоп когда лента кончается как и на любом другом аппарате то есть получается стоит и брык хавается сразу там стоит что-то на подобе реле которые срабатывают при отсутствии ленты обо и вообще кассеты в данного есть магнитофона хорошие настройки единственное я не особо считаю правильным что здесь присутствует громкость левый правый канал нет то что она присутствует здесь это хорошо но было бы лучше если бы она здесь присутствовала и помимо нее было еще центральная громкость которую управляла и правыми левым каналом хотя бы для удобства лично мое мнение а так перемотка все на нем есть запись есть чтение даже регулировка записи правый и левый канал имеется правда не совсем понимаю зачем но имеется что примечательного данный аппарат мне достался случайно даже как случайно я его когда-то нашел на помойке как неудивительно это звучит но валялся на меня долгое время на чердаке него когда-то еще использовал у меня были две колонки с 30 кто знает что это такое и что этот термин обозначает старые советские колонки с 30 которые я использовал вместе с ним на то время без усилителя но мне хватало его мощности родной что и в нем примечательного еще передняя панель выполнена с алюминия ручки по ощупь тоже вроде бы алюминий все ручки кнопки но остальное все в принципе вверх крышка пластмасса железно только у нас снизу получается нижняя крышка у нас железная довольно неплохо проигрывает музыку единственное за ним как бы надо уход будет как у меня мало то что я нашел на мусорке так он еще и немножко поржавел от старости поскольку лежал у меня на чердаке брекер элешка сработала да нравится мне этот аппарат не хочется с ним никак расставаться потому хранится он в коллекции как и маяк 242 с тоже имеется у меня такой и тоже я сниму про него видео обзор в каком-то из видео когда-то в те года когда он выпускался данный аппарат было довольно таки трудновато достать поскольку сами понимаете стоили те аппараты не дешево на то время это не одна зарплата обычного человека также что хотелось сказать в кого есть такие аппараты храните их не выкидайте когда-то они будут стоить как экспонаты очень больших денег да что в данном магнитофоне еще примечательно вам если вы не нажали вот эту вот кнопочку начальную колонки то сзади входа на две колонки не будут работать это я так понимаю сделано для того чтобы когда вы включаете наушники то вместе с ними не работали задние входа под колонки акустика основная что такие довольно удобно хотя было бы намного проще если бы это все делалось бы автоматически да что плохо у данного аппарата еще это то что сделано вот вверх с пластика лучше бы сделали железо потому что если делаем с пластика то когда покупаете данный аппарат бэушный некоторые владельцы ставят на него сверху цветок и и пластик получается прогибается внутрь а потом приходится очень долго упорно ровнять чтобы он был похож что-то на более нормальное что примерно и было с моим аппаратом с этой стороны крышка была да было внутрь вогнута мне пришлось снимать и где-то на месяцок ложить под тяжелые коробки с грамм пластинками которые все вместе весят довольно таки нехило чтобы она выровнялась что со временем и случилось ну кому понравился данный экспонат ставим лайк ну кто-то вспомнил свою молодость тоже ставим лайк пока весь данный экспонат у меня работает единственное нужно найти пасек с пасеками сейчас у нас дефицит но я думаю решаемый дефицит как-нибудь найдем мы к нему пасек и будет он еще радовать долго 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 не одно поколение слушателей возможно даже будет радовать он но не только моих детей но и со временем и внуков поскольку в советском союзе делалась техника выносливая ну ставим лайки пишем комментарии также подписываемся репостим друзьям чем больше канал захватит аудитории чем чаще будет выходить видео и тем интереснее будет она выходить рубрика ретро музей будет дальше пополняться по мере моей возможности ну и также сильно зависит от вас пополнение ну всем пока до следующего видео 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 видео